Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Во-вторых, здравствуйте. Спасибо, что подменили. Это одно из лучших шоу вот в таком формате, наверное, вообще у нас в стране. Все верно. Говоришь, ты правильно? Тогда понятно, откуда у тебя все это, закалка. Я не верю, что это я вообще. Да. Ну это якобы не нахуй сохнет, немножечко, буквально чуть-чуть. Почему надо мне разводиться? Все, что разводится. Я не вступала еще с такими масштабными декорациями. Это было очень круто. Блин, да вообще шикарная штука. На самом деле это для меня совершенно несвойственный образ. Это не я, это Робби Вильямс. То есть ты еще и выступала после болезни? Ну, немного. Папапапапам. Право. Это вы бэкстейдж? Мы же любим вас. Мы любим всегда со мной. Да-да-да. Я готов. Все нормально. Да, ребятушки, все хорошо. Додные мои. Падусь, падусь, Макс, падусь. Балеты всегда одни проблемы. Дайте балеты колбасы. Кофе, кушать, поспать. Если надо, будет запах. И все. И не падайте со своими животными. Вот такая возможность почувствовать себя, наверное, в роли какого-то другого артиста. Я просто пишу песни. И мне приходится петь за женщин, за мужчин. Вот демки, да, записываешь? Да, демки. И поэтому где-то кто-то такой по басисте, он такой, я пишу вот так ему. Где-то там понежнее, а-а-а, там что-нибудь, не знаю. Вот, поэтому пишу и вот разными голосами стараюсь их как бы оформить. Когда увидели себя в образе уже Рыбвелинса, что подходит? Блин, да вообще шикарная штука. У меня Евгения, тезка моя, драмировала и делала весь этот антураж, конечно. Ну, это вообще, это другая, это магия. Это другой мир какой-то. Я же сижу с закрытыми глазами, сижу, он говорит, закрывайте глаза. Потом я открываю, смотрю, это не я, это Робби Вильямс. Сложно было в первой песне, там очень много читатива такого, очень быстрый текст. И надо при этом не потерять тендральную тексту, да? Для Робби Вильямса. Плюс ты постоянно двигаешься. У нас, чтобы вы понимали, у нас майки вылазили наружу, поэтому мы их резиночками прикрепили к ногам. Слушайте, ну это вот такие вот буднего артиста. Да, да, да. И это круто, это огромный, крутой опыт, огромные команды профессионалов, начиная от звукорежиссеров, заканчивая гримерами. Ну, огромная работа проделана, это уровень. Ожидали ли вы, что будет так, или это превзошло ваше ожидание? Это превзошло мои ожидания. Я думал, что это будет так, ну подмазали где-то чего-то там, ну там налепили там чего-то. А тут прям я смотрю, как режиссеры работают, то есть они выстраивают полноценный концерт любого из представленных артистов, полноценный. Большая, крутейшая работа. Я вообще считаю, мне, конечно, простите, и да простят мне остальные там каналы, но это одно из лучших шоу вот в таком формате, наверное, вообще у нас в стране. Это очень, на самом деле, крутой комплимент, и, наверное, первый раз мы такое слышим. И сейчас, пользуясь случаем, передаю привет нашим цехам и нашему режиссеру Антону Давыденко, который делает невозможное. Потому что у нас очень сжатые сроки, и нужно очень много номеров. Да, 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 сроки сжатые. И это действительно фантастика, то, что получается на выходе. За 2-3 репетиции, потом увидеть вот эту картинку, я смотрел на других артистов, смотрел на них в мониторах, мы два раза сегодня сидели, мы не смогли отличить оригинал от... Слушай, как это прекрасно слышать, правда. Это круто, вы молодцы. Очень круто. Байт-Медиа, вы лучшие. Спасибо вам. Потому что и декорации, и спецэффекты, и грим, и костюм, и режиссерская работа, и операторская работа. Отношение человеческое, это мы не перестанем повторять, что у нас самый добрый продакшн, самый какой-то вот тёплый. Тёплый, семейный, знаете, по-семейному. Все друг за друга переживают, пекутся, даже пекутся где-то. Это очень приятно, и нам, это как вот, в общем-то, людям, ну скажем, малоподготовленным вот к данному конкретному там мероприятию, да, вот с нуля пришедшим. Это очень важно. Да. Мы большой командой делаем постановки такие красивые. Браво! Уважаемый Робби Уильямс, если вы вдруг не настолько оценены на своей стороне, там где-то в далёком западе, приезжайте к нам. Мы вас очень любим, мы дадим вам, ну не все, но часть людей точно вам даст шанс вышлепить шоу ярче звёзд с пародией на Бузову. Нет, на Робби Уильямса. Ты забыл добавить, мы ждём вас здесь, мы ждём вас здесь, в Выхино, вот ты же как-то от себя говорил. Робби Уильямс, если в вашем стране они не любят вас так много, мы будем любить вас в России. Всё записано, говорят на португальском. Кое-чего от вас добиться. Сколько вам лет, Жень? 41. 41. Добиваться поздно, ты сейчас хотел сказать как будто. Нет, Тимочка, добиваться самое... Знаете, вы кто по поздно сделка? Рыба, рыба, как и я. Кто начинает сейчас? Анатальную карту. Изначально на какую артистку вы подавали заявку? На Бузову. Сразу? Да. Вам нравится, Ольга? Мне нравится, Ольга, как человек. Не, на самом деле я прекрасно понимаю, потому что из всех взаимодействий, которые рождались у нас на съёмках разных проектов в Айтмедиа с Ольгой, это было великолепно. Она прекрасный профессионал, шикарный человек, лёгкая, с хорошим чувством юмора. Да. И действительно большая-большая-большая трудяга и молодец. Да, всё верно. Говоришь, так правильно. Команды очень крутые, очень хорошо собраны, макияж, прически, всё настолько сделано правильно, круто, красиво, накрашены очень ярко. Ну, то есть вся команда работает невероятно круто. После того, как ты прошла в финал, что тебе сказали другие участницы? Мы всё это время поддерживали друг друга, и они обняли меня, поздравили меня, и это было очень приятно. Удивительное свойство нашего проекта в том, что какого-то нету здесь сильного соперничества, то есть все всё равно действительно поддерживают друг друга, иногда дают советы даже. Хотя это, по идее, действительно конкурс с крупным выигрышем, и тут есть за что бороться. Я не вступала ещё с такими масштабными декорациями, и это было очень круто. А была ли ты когда-нибудь на концертах Ольги? Нет. Хочу. Да. Ольга. Олечка. Оль. Можно мне приглашение? Очень хочет на концерт. Мне кажется, она боролась и заслужила билетик на твой концерт, потому что как-то прям так искренне это было, и тепло. Мои люди всегда со мной. Ольчка, Ольчка. Оля, Лилия, Лилия, Оля. Очень приятно. Мало-половин. Мало-половин. Мало-мало-половин. Я открываю мир других мужчин. Мало-мало-мало-половин. Мало-половин. Мы приветствуем вас на нашем космическом станции. Космическом станции. Сказал ты как, да? Сам не понял. Сегодня не пасха, но мы бьем. Моя любимая песня! Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Во-вторых, здравствуйте. Спасибо, что подменили. Как впечатление от эфира? От Леши Чумакова? Да. От Леши негативный, а от передачи очень положительный. Да. Я тебя тоже люблю. Ну, это же супер. Вы же сами видите, очень талантливые, очень круто поющие. Энергетика. Декорации прекрасные. Люди не очень. Коллеги. Он мне зубы. Он мне загривировал зубы. Но это хороший план. Я почувствовал вкус его пальцев. Не очень. Не очень? Нет. Горький вкус. Горький вкус пальцев. А, горький вкус твоих пальцов. Да. Ну, в целом, здесь потрясающая обстановка. Я в жюри в этой передаче впервые и безумно жду тот момент, когда я сюда вернусь. Не, я не волнуюсь, конечно. Не, волнуюсь с точки зрения того, что это большая ответственность. Вот. Да. Ну, это якобы не надо. Здесь сохнут немножечко буквально, чуть-чуть. Это вот ночью интервью. Почему надо мной вызывать? Да заблотан. Все, что-то развод. Вот так. Всю жизнь-то. Всю жизнь. Просто. Просто всю жизнь. Почему он так ведет себя по отношению ко мне? Он мне музыкальный абьюз. Кто впечатлил больше всего? Дуалипа. Зрители, пожалуйста. Мне очень понравилось. Да, Дуалипа. Алексею спасибо. Потому что, ну, они как бы интонировали правильно. И двигались круто. И девчонки вообще потрясающие. И, честно вам скажу, они, каждая из них может стать певицей и спокойно конкурировать с любой звездой. Мы очень ждем финал. Я тоже очень жду финал. Да. Смотрите, грузины – одна из самых музыкальных наций в мире. Вот грузины – это самый такой, самый разбирающийся в музыке народ. Среди них особенно выделяются, особо выделяются менгрелы. Так вот, среди менгрелов еще и особо своей музыкальностью выделяется лично Зураб Матуа. И от него такой комплимент особенно ценный. Тройкратное браво от грузин. Зураб – грузин в кубе. Зураб, так как ты так покорен, и раз уж мы загорелись, скажи, хотя мы этого ждем весь вечер, скажи на грузинском комплимент и на этом закончим. Пшвэмиврат имхэре кисурэптарматэбэпс. О, как сказал. Раздайте зрителям мне чего-нибудь горячительного. А что ты сказал? Я сказал, что ты прекрасно спела, и желаю тебе… Тысячи звезд. А ну… Фанатка Филиппа Киркорова. Я как раз это и хотел сказать. А вы поете его песни? Сама не пою, но, конечно же, я их знаю. Но Филипп поет их. У вас есть уникальная возможность спеть с самим Филиппом Бедросовичем, который у нас сегодня в жюри. Песню просто подари мне один только взгляд. А зачем теперь ты мне чешешь спину? Поет Алексей Бедросович Киркоров. Ну, спой с Алиной. У него мечта сбудется спеть. Хотя бы с виртуальным филом. Ну, сейчас я немножко… Тональность какую-то, ты сказал, удобную надо выбрать. Стану. Где мой пиджак? Дай мне пиджак. Чтоб ты так давал. Чтоб все тебе так давали, как ты мне пиджак дал. Просто подари мне один только взгляд. И волшебный твой поцелуй подари. И я сразу сказочно стану богат. Богаче, чем все принцы и все короли. Все. Спасибо. Хорошо, что поменяли тональность, Леша. Вы заметили, когда Леша поет песни Филиппа Киркорова, у него в районе темечка проклевывается корона, а в районе спины проклевываются перья. Да. Я безумно рада, что мне было честь исполнить этот номер. Сейчас вот то, как ты говоришь, это тебе свойственно? Я просто слышу, что ты немножко сипишь. Я немножко приболела. То есть ты еще и выступала после болезни? Ну, немного. Обалдеть. Ребята, петь дуали, поющий, после болезни выйти в финал, еще и станцевать, это шок вообще. Ты молодец. Большое спасибо. Было сложно, но так как я учусь в ГИТИСе на третьем курсе... Кто у тебя мастер? Ард-Иванна Борисовна на факультете новых направлений сценических искусств. Кафедра саундрама. Тогда понятно, откуда у тебя все это, закалка. Как отреагировали на то, что ты участвуешь в этом шоу? Положительно. Меня поддержали. Поддержали. На самом деле это очень ценно, потому что это редкость, насколько я знаю. Это правда. Участие в телевизионных проектах и в сериалах во время обучения не очень поощряется мастерами курса, на самом деле. Это так, но я рада, что мне позволили принять участие в данном проекте, потому что это очень классный опыт. И у нас есть такая дисциплина, как музыкальное наблюдение. И я рада, что я смогла демонстрировать свою способность уже на более новом уровне. Насколько сложно в таком, ну давайте будем честными, откровенном наряде еще и плясать, еще и делать всякие движения? Насколько тебя это сковало? Или ты как-то все-таки, как это там, от внешнего к внутреннему у тебя получилось передикат? На самом деле это для меня совершенно несвойственный образ. Я так и поняла, потому что достаточно я вижу, такая скромненькая. Я рада, что я как-то пытаюсь пробовать по-новому. И я думаю, что это будет большой рост. Я очень рада, что это получилось. Мы поздравляем тебя с раскрытием твоей новой грани. Теперь ты знаешь, что ты можешь быть и такой. Да. Я честно за вот этот сезон вижу, что вот так команда осталась в полном составе до финала впервые. Правда? Ну мы сразу, когда вообще такой коннект. На одной волне классно. Я тоже могу сказать, что, наверное, это редкость. Правда? Да, да, это редкость. Правда. У нас был целый первый сезон, извините, 12, сколько, 13 выпусков. Такого еще не было. Я не могу представить, чтобы мы не остались. Ну как это? Мы все друг за другом. Реально, трио-сестры какое-то. Девчоночки, вы классные. Мне хотелось бы... Мне кажется, нашей стране не хватает вот таких обаятельных, скромно-сексуальных певиц. Скромно-сексуальных, как ты сказал? Скромно-сексуальных? Да, как это как? Это сексуальность не нарочитая. Вот это... Мало половин... Внутри Си один, вот без этого. А когда... Можно еще раз насладиться этой безумно потрясающей парой? Своими арбузами. Вот без этого. А когда внутри сидит сексуальность? Когда она такая неловкая, как будто из-за угла. Ты сейчас... Как юношеская. Ты понимаешь, что сейчас говоришь? Сексуальность из-за угла уже выглядит, как статья в уголовном кодексе. Нет, нет, нет. Будет выступать Александр Маршал, а Мария останется и будет стоять перед Алексеем. Если есть такая возможность. Давайте так. Вы подумайте, не отказывайтесь. Мы сейчас сдвинем этот подиум. Чуть-чуть правее и чуть ближе к Лёше. Я тебе скажу так. После этого вступления у меня сдвинут не только подиум, но и мозг. Мне кажется, это потрясающе. Ну и, конечно, хочется обратиться к Анастасии, потому что она рассказала, что ей нравится Кристина Агилера, особенно в мюзике Бюрлеск. И поэтому она споет с Гариком Мартирачаном, друзья мои. Песню Юрия Лазы, песню Юрия Лазы, плод. Ну и как? Ну и как? Ну и как? Шикарно. Я тоже, которые, ну, не в моей тройке были, а остальные ребята. Очень круто все. И тяжелые номера все, и постановка. Это все время. И труд. И труд тяжелый. Я не верю, что это я вообще победил. Почему? Не верится пока. А вы видели другие номера? На кого вы ставили? На всех. Все понравились? Да. Все классно. Видите, а всем больше всего отозвалось ваше выступление. Очень классно. Вот так вот как-то получилось. Папапапапапам. Возьми меня с собой. Как будто Маршал реально с собой. Я просто в шоке, реально. И как вам? Мне очень нравится. Добрый вечер. Более всего по победе международной страны, вы все это принадлежит.